Зухамим. Крупный спинозаврит, живший на территории современной Африки. Обитал в раннем меловом периоде 121-113 миллионов лет назад. Возможный предок спинозавра. Зухамим отличался чрезвычайно длинной, узкой и низкой мордой. Череп по форме напоминает череп гавиалов, которые питаются в основном рыбой. Примаксила расширена спереди. Вместе с ветвью верхней челюсти создает необычную форму кончика морды. Восходящая ветвь примаксилы отделяла верхнюю челюсть от ноздрей. Челюсти имеют около 122 конических зубов, заостренных и немного загнутых назад, с мелкими зазубринами. На кончике морды располагалась необычная зубная розетка из 14 удлиненных клыков. Подобная структура располагалась и на нижней челюсти. Верхнечелюстная кость имела 22 зуба, а дентарная нижняя челюсть – 32. Сразу за розеткой наблюдается необычный изгиб максилы, соответствующие розетке нижней челюсти, где располагались самые крупные зубы. В целом череп Зухамима напоминает череп крокодила, отсюда и название – ихтиофага. При описании Зухамима удалось найти ряд аутопоморфий, уникальных черт. Так, невральные шипы крестцового, задней части спинного и передней части хвостового отдела позвоночника расширены в боковом направлении. Внешне они напоминали лопасти и образовывали низкий гребень, тянущийся до середины хвоста. Самые длинные шипы располагались на пяти крестцах. Верхние углы плечевой кости были крепкими. Над мыщелком плечевой кости располагался костяной нарост, соприкасающийся с крючковидной лучевой костью. Шея относительно короткая, но мускулистая, на что указывают эпифизы шейных позвонков. Вилочка имеет V-образную форму и указывает на высокий и узкий столб. Плечевые кости сильные, сравнимы с таковыми у мегалозавра и торвозавра. Локтевая кость имеет хорошо развитый элекронон, верхний отросток, что роднит его с бариониксом. Один из когтей на передних конечностях, достигавший в длину до 35 см, мог пробить даже метровую рыбу лепидота. На позвоночном столбе просматриваются остистые отростки на задних спинных, крестцовых и хвостовых позвонках. Зухамим относится к семейству спинозавриды в составе надсемейства мегалозавроиды. Спинозавриды отличаются от других тероподов удлиненными челюстями, а также рыбным рационом. Конкретно зухамим относится к подсемейству барионихины, являясь родственником барионикса и крестатузавра. Эти спинозавриды отличаются от остальных более крупными когтями. Формация Эльрас, в которой был обнаружен зухамим, входит в группу тягома и состоит из речных песчаников с низким рельефом. Большая их часть скрыта под песками. Преобладают отложения крупно- и среднезернистых горизонтов, мелкозернистые почти отсутствуют. В период Аптского-Альпского яруса, на этом месте была зона речных поем быстрых рек, климат был тропическим, с ярко выраженным засушливым сезоном. Такая местность была домом для большого количества птерозавров, динозавров, крокодиломорфов, черепах, двустворчатых моллюсков, а также акул и бадонов. Зухамим обитал вместе с абелизавридом Криптопсом, кархародонтозавром Экархарией и орнитомимозавром Фромимом, а также неизвестным наазавридом. У него практически не было конкурентов среди других динозавров, так как зухамим был ихтиофагом, ему приходилось мириться с крокодиломорфами Сарказухом и Арарипезухом. Кроме рыбы зухамим мог охотиться на анатозухов, уранозавров, лурдузавров. Молодые особи могли также употреблять в пищу крупных эльразозового. Завроподы из той местности были представлены нигерзавром и неизвестным титанозавром. Учитывая их предпочтения, флора могла включать папоротники, хвощи, заросли покрытосемянных растений и даже привычные нам деревья. Считается, что зухамим ловил крупную рыбу, как цапля, выхватывая ее из воды с помощью своих челюстей, но мог использовать и когти, просто-напросто протыкая добычу, словно пикой. Так что большую часть жизни зухамим проводил в воде, хотя есть свидетельство, что иногда динозавр поедал падаль на суше. Палеонтологи заметили, что останки зухамима обнаруживаются там же, где и останки огромного доисторического крокодила-сарказуха. Вероятно, эти рептилии были прямыми конкурентами друг другу, однако это не помешало им жить бок о бок на протяжении долгого времени. Нужно заметить, что некоторые палеонтологи считают зухамима не отдельным родом динозавров, а одним из видов барионикса. Очень уж эти ящеры похожи. Но большинство ученых соглашаются, что зухамим – самостоятельный род динозавров, состоящий в близком родстве с бариониксами. Пока на этом все. Дополняйте в комментариях. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok